Музыка Все начиналось с представления спортсменов. На презентации нового бойцовского клуба Eagles MMA присутствовали самые топовые бойцы России. Ислам Махачев, Виталий Минаков, Владимир Медеев, Расул Мирзаев, Сергей Павлович, Ахмед Алиев. Именно они сегодня представляют новый клуб. Это пока не промоушен, не организация, а именно клуб, который будет поддерживать всех тех, кто на него подписан. Президентом назначен непобежденный боец промоушена UFC Хабиб Нурмагомедов. Во-первых, я скажу, что мы к этому долго шли. Просто если кто-то спросит, почему раньше не создалась эта команда, просто у каждого из бойцов были контракты, свои контрактные обязательства. И как только все они разрешились, и вот такое хорошее, удобное время вышло. И мы создали эту команду. И ни для кого не секрет, что основатель команды – это Зияудин Магомедов. И основном послужило этому то, что у него длительные хорошие отношения с моим отцом. И оттуда уже дальше больше пообщавшись, мы пришли к тому, что нужно собрать такую мощную команду. В зале, который явно не смог вместить всех желающих, собрались тысячи болельщиков. Перед началом конференции Хабиб Нурмагомедов рассказал о целях и задачах, преследуемых новым клубом. Прямо над пресс-конференцией в адрес клуба посыпались предложения по сотрудничеству в разного рода проектах, на что Хабиб официально представил публике пиар-менеджера «Иглз ММА», известного журналиста Арслана Дациева, который уже долгие годы специализируется на популяризации дагестанских спортсменов. Является автором телепроекта «Мастер спорта», а также спортивным редактором телеканала «Гелиос Хасавюрт». Далее им уже были представлены почепные гости мероприятия. Вы, наверное, все помните, когда был предыдущий бой Хабиб Нурмагомедова в социальных сетях, была такая очень яркая болельщик. Именно так была подписана эта запись. «Иглз ММА»! Это подарок, который мы хотели бы включить прямо сейчас на сцене. Мы даем себе эту возможность. «Иглз ММА» – это новый этап в стадии развития смешных единоборств в России. Организаторы отметили, что шли к этому довольно долго, и каждое решение было тщательно взвешено и продумано. В этом клубе собраны лучшие и сильнейшие бойцы ММА в России на сегодняшний день. В планах построить в стране академии ММА для того, чтобы вырастить и воспитать новое поколение бойцов, которые будут достойно представлять нашу страну на международных аренах. К нашему виду спорта прикованных интерес многих тысяч ребят. Ну, хочется, наверное, сегодня как можно плотнее пообщаться, услышать больше от вас вопросов, потому что есть на самом деле уникальная возможность получить ответы от одних сильнейших бойцов не только России, но и мира. Поэтому, ребят, более активно и не стесняйтесь, задавайте вопросы, а мы, в свою очередь, постараемся максимально честно и откровенно на них ответить. Спасибо большое. Первый вопрос. Ислам Махачев. Очень хорошая бой показалась с Крисом Уэйдом, промоушене UFC. Насколько сильно на тебя отразилось наражение? Помнялось ли мировоззрение? Что изменило жизнь? Второй вопрос. Расул Нерзаев. Большое и очень громкое имя ты заработал в Fight Night. Как отнесешься к тому, если клуб предложит тебе выступать за другой промоушен? Владимир Деньеев. Был такой период, когда ты ввел такой некий приштокинг против Адама Эндиева. Сейчас твой адрес ведет Магомед Исмаилов. Что скажешь по этому поводу? Ахмед Алиев. Вопрос. Сколько у тебя поет вообще по контракту с Fight Night? И что дальше? Спасибо. Я думаю, если правильно воспринять, нормально отнестись к этому, то можно много взять полезного тоже из поражения. Как бы ни прошел бой, чем тяжелее бой, это больше опыта для тебя. Хоть поражение, хоть победа. С каждым боем спортсмен растет. В следующих боях буду стараться побеждать увереннее. На данный момент у меня стоит цель реванш и поезд Fight Night. Только могу это сказать и все. А насчет магизмы, вот он, явил себя сейчас. Для меня будет самый лучший день, когда он подпишет контракт. Это будет самый лучший день в моей жизни. Спасибо. В этой кампании нашли свой контракт. Я три провел. Четвертый бой у меня будет 16 декабря. Приглашаю всех. Это будет в Москве. Основная цель у меня это поезд Fight Night. Выиграю, потом решим, куда пойти. С этим поездом. Вопросы от присутствующих в зале посыпались шквалом. Болельщиков интересовало буквально все. От состава бойцов до планов выступлений. Касательно состава Хабиб Нурмагомедов ответил, что в зале далеко не все представители клуба. Более того, ведутся переговоры по контрактам и с другими именитыми бойцами смешанных единоборств. ММА развивается. Единственное, есть просьба, чтобы федеральные СМИ считались с этим. Например, у нас в горах, в Цумадинском районе, в селении Сидри, только работают два канала. Первый и второй. Второй иногда не показывают. Мачтовы в горах нет. А если будет мачтовы, есть такие же места, например, Заполярье. Есть очень много мест в России, которые мачтовы не доходят. А у нас в России только мачтовы показывают бои. И если центральные люди подкучатся, а оно, я думаю, скоро и подкучатся, у них больше выбора не будет. Потому что столько людей сидят за ММА. Тогда у нас вырастет на другой уровень уже ММА и выйдет. Появятся новые спонсоры, все больше денег, больше конкуренции, больше людей будут заниматься этим. И ММА уже будет на другом уровне. Множество почетных гостей слова благодарности прозвучали от учредителей национально-промортовской компании «Дором Файт» из Таджикистана, которые, как они отметили, не могли не приехать для того, чтобы поддержать открытие этого масштабного проекта. Мы знаем, что в Тагестане одна из самых лучших школ. И мы готовы и хотим быть частью этой большой команды, большой темы и большой семьи. Я проиграл за ММА. И мы специально приехали на это мероприятие. И хотелось бы, не нарушая наши традиции, мы в гости приехали не с пустыми руками. Позвольте подарить маленький подарок. В ходе пресс-конференции было еще множество вопросов, предложений и вручений подарков. Одним из интересных моментов стало импровизированное выступление резидентов комедий-клаб юмористического дуэта «Да». Арсанда Цыбнани пиар-менеджер «Иглз ММА» предоставил слово Магомеду Муртазалееву. Хабиб, я, как и ты, тоже иду пока без поражений. Но в отличие от тебя у меня боев не было вообще. У меня не вопрос, Хабиб, у меня просьба. Могу ли я подняться сейчас на сцену и устроить с тобой face to face? Это было главное, мы выполним. Давай, давай, давай. Пока ты. Все, все. Множество вопросов задавались всем участникам пресс-конференции. В частности, любители ММА интересовали планы Расула Мирзаева, Сергея Павловича, Ахмеда Алиева, Владимира Минеева, Ислама Махачева, Виталия Минакова. Поприветствовали бойца UFC Зубайру Тухугова. С победой поздравили Михаила и Марину Махнаткиных, а также Раймонда Магомеда Алиева, тех, кто завоевал золотую медаль для сборной России на чемпионате мира по боевому самбо. И, конечно, множество вопросов в адрес заслуженного тренера Абдулманапа Нурбагомедова. С появлением таких зверей здесь у меня появилось работы очень много. Я буду вместе с ними работать, чтобы их на мировых аренах уничтожали соперника. Это моя главная задача. Руководитель социального проекта «Инвалидность. Не порог для профессионального спорта», который стал победителем на конкурсе Росмолодежи Арсенда Циев, поинтересовался у Хабиба Нурбагомедова, как он относится к спорту среди людей с ограниченными возможностями и планируется ли совместное мероприятие в этом направлении. В последнее время в социальных сетях я вообще стал активен, что проводят стеклованные спортсменами, семинары, диалоги, мастер-классы, что творите по поводу того, чтобы привлекать в них спортсменов инвалидов. Люди с ограниченными возможностями. Я, если не ошибаюсь, по-моему, в вашем зале занимаются репейный клуб инвалидов колясочников «Скала». У вас хотелось бы услышать комментарии по этому вопросу. Спасибо. Мы только «за», мы только поддерживаем такую идею. Если она будет приносить пользу, почему бы и нет, будем привлекать нам. Не только я буду в чем-то участвовать, но и все наши бойцы, как только у них будет свободное время. Нужно больше общаться с молодежью, я считаю, и делать акцент на детско-венческий вид спорта. Почему? Потому что мы должны наших детей держать в залах, держать в школах, чтобы они держались подальше от уличных проблем, от наркотиков и так далее. Завершая пресс-конференцию, бойцы нового клуба заверили всех любителей смешанных единоборств о том, что сделают все возможное для того, чтобы самые престижные чемпионские пояса обязательно привезли в Россию. Нажилла Абдулаев, Магомед Телесултанов, информационная программа «Пульс».